Весь мир театр Когда я в 1985 году с недельной поездкой оказался в Дании, посетил много достопримечательностей, в том числе так называемый Гамлетовский замок в Кромборге, пивной завод Тюбор и, конечно же, скульптуру Андерсоновской знаменитой русалки. Тогда мне и в голову не приходило, что на планете, кроме этой самой южной страны среди северных стран Европы, Дании, есть еще один подобный уголок. Да еще на другом материке. Согласно статистическим данным, с 1850 по 1930 года большое число датчан покинули страну, так как Дания тогда не имела никаких экономических перспектив. Есть сведения, что в эти годы эмигрировал каждый десятый датчанин и, в частности, в Соединенные Штаты Америки. Наиболее популярные направления были Юта, Висконсин, Иллинойс, Миннесота, Айова, Небраска и Южная Дакота. В 1910 году датский педагог и священник Бенедикт Нордентофт и пастор из Кимболтона Йенс Грэгерсон в Сан-Франциско создали датско-американскую колонию. В том же году они подобрали соответствующую территорию в долине Инес к северо-западу от Санта-Барбары. 23 января 1911 года был подписан контракт и основан Сольвенг. За 360 тысяч долларов они приобрели 9 тысяч аков земли, построили дома, церкви, школы. 1 мая 1985 года Сольвенг получил статус города. Этот уголок называют датской столицей Америки, маленькой Данией, которая расположилась среди холмов Калифорнии в двух часах езды от Лос-Анджелеса. В составе графства Санта-Барбара. Изначально на территории города жили индейцы-чумаши, которые были отменными рыболовами и охотниками. И жили на этой территории около 8 тысяч лет. Только в конце 18 века сюда прибыли испанцы. Здесь по соседству находится один из крупнейших казино-резортов Калифорнии – Чумаш. Который, кстати, принадлежит индейцев-чумашам. Надо отметить, что в Соединенных Штатах Америки ряд казино принадлежат индейцам. Понятие «индейское казино» вошло с 1988 года, когда Рональд Рейган подписал закон об индейских казино. В 1995 году права этих казино защищал американский юрист, лоббист, бизнесмен Джек Абрамов, Кому удалось полностью избавить эти казино от государственных налогов. За это он от индейцев получил 83 миллиона долларов. Однако вернемся в Сольванг. Солнечные поля. Так переводится с датского названия этого города. Датчане сделали все, чтобы не забыть страну своих предков. Свой скандинавский, в то же время южный характер они воплотили в архитектуре. В городе все строения в датском стиле. Здесь можно встретить копенгагеновскую русалку, которая расположилась в небольшом бассейне, куда по традиции нужно бросить монету, чтобы вновь вернуться сюда. Кстати, копии этой статуи есть во многих городах мира, и в частности в Соединенных Штатах Америки. Пожалуйста, убедитесь сами. Это лишь некоторые. Автор оригинала – датский скульптор Эдвард Эриксон. Скульптура открыта 23 августа 1913 года. Здесь же установлен бюст с копенгагеновского памятника Гансу Христиану Андерсену. Пожалуйста. Это сам памятник, который имеет свою постоянную прописку у ратуши столицы Дании, напротив парка Тиволи. Открыт в 1961 году скульптор Генри Луков Нильсон. А это бюст с оригинала уже в Сольваньке. В городе есть и музей Ганса Христиана Андерсена со своим букинистическим магазином. Вот еще одна параллель. В центре города можно увидеть круглую башню в стиле барокко – Рунде Торн, оригинал которой находится в Копенгагене с 1642 года. Архитектор – Ганс Ван Стенвингель. В Сольваньке башня построена в масштабе 1 к 3. В городе признательны также своим основателям, установив их деревянные фигуры. Словом, здесь делают все, чтобы ты себя чувствовал, как в Дании. Везде рядом с государственным флагом Соединенных Штатов Америки можно увидеть флаг Дании. Улицы здесь очень чистые и ухоженные. Везде деревья и цветы. Черепичные крыши домов словно вертикальные. Везде есть туристические и татские тролли, запряженные лошадьми. Популярные велосипеды, которые выдаются в аренду. А некоторые гостиницы их дают бесплатно. Во внутренних двориках утопающего зелени можно отдохнуть, выпив чашечку кофе или стакан вина. Здесь много винных магазинов, где проводятся дегустации. Сам город небольшой. За пару часов можно обойти практически весь центр, где размещены все магазины, рестораны, гостиницы, музеи, театр, пивные бары и винодельные. Субтитры создавал DimaTorzok Ну какая дания без витринных мельниц. Гамлетт Сквер. Так называется одна из многих датских копий здешних мельниц. Здесь находится гостиница, кафе и сувенирный магазин. В городе на каждом шагу можно встретить еще один символ Дании – викингов. А также датский почетный караул. Вот, пожалуйста. Это я в Дании в 1985 году. А это уже в Америке в 2019. В Сольванге есть даже круглогодичный рождественский магазин, где всегда можно купить сказочные игрушки. Представляю, как здесь красиво на Рождество. Кстати, в этом калифорнийском городе тоже живут армяне. Пожалуйста, кафе, где мы отдохнули, перекусив всякие вкусности и попробовав кубок датского пива, предлежал нашему земляку Петросу. В день нашего пребывания в Сольванге проходила ярмарка. Жители выставили на продажу сельскохозяйственные продукты, консервы собственного производства. Здесь царила веселая и праздничная атмосфера. Конечно, за один день нельзя увидеть все в таком райском уголке. К примеру, мы не успели посетить миссию Санта-Инес, сохранившееся поселение 1804 года. Но не беда, все еще впереди. Монета брошена в бассейн, а это значит, что мы еще вернемся в этот райский уголок, в этот уютный, сказочный, с небольшим имбирным ароматом, но в то же время реальный европейский городок в Соединенных Штатах Америки. Так что до новых американских встреч! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok